Всем привет! Сегодня я хотела показать вам топ 5 моих любимых продуктов Clinique. Те продукты, которые я считаю стоят своих денег, те продукты, которые я считаю Clinique делают лучше, чем другие бренды. И мне кажется, у многих девочек есть какая-то своя история с Clinique именно. Это та марка, с которой я познакомилась до того, как я вообще начала пользоваться косметикой. Помню мой самый первый и любимый продукт, которого, к сожалению, у меня сегодня нет. Тушь Power Lash. И я помню, как я захожу в ванную комнату, и там стоит моя тетя, и она смывает с себя эту тушь. И такая, Маша, подойди, подойди, сейчас тебе покажу кое-что. И показывает, как она трубочками так снимает свою тушь, и что это вообще лучшая тушь в мире, что она никогда другой вообще не пользуется. Это был первый продукт, который я себе сама купила потом. И, к сожалению, сегодня у меня его нет. Сегодня у меня есть другая тушь High Impact. И та, которая на мне сейчас, и та, которую я использую каждый день, потому что это единственная из четырех, которые у меня сейчас есть с собой. У меня есть, получается, две туши Maybelline и две туши Clinique, Chablash и High Impact. High Impact снимается легче всего. Она не снимается трубочками, но я ее все равно вот так делаю, такими же движениями под теплой водой, и она просто смывается. То есть, если, скажем, вот так тереть, она останется под глазами, поэтому я именно вот так делаю, чтобы она именно с ресниц уходила в раковину. Первый мой любимый продукт, наверное, буду говорить вам именно по мере того, как я с ними знакомилась, поэтому первый это All About Eyes. Также один из самых первых продуктов, который я попробовала, у них есть крем и гель. Я люблю гель. У этого геля просто невероятно приятная текстура, когда наносишь на глаза, когда даже вот сейчас по руке вожу. Ну, в креме просто, в креме я именно не вижу ничего особенного, потому что, ну, я сейчас могу любой крем использовать, и, по сути, он будет делать одну и ту же вещь. Наверное, тот факт, что они делают еще гелевую текстуру, заставляет меня возвращаться именно к нему. Дальше это Take the Day Off. Вы точно видели неоднократно, и вы, наверное, если вы смотрели меня два года назад, можете помнить, что я восторгалась шайбой, как я называю ее. Take the Day Off. Здесь и сейчас я могу вам показать только именно жидкую версию двухфазного, когда ты вот так смешиваешь, наносишь на диск. Я потом кладу диск на секунд десять и смываю. Я пробовала более дешевые средства из масс-маркета, но клиника, опять же, то, чему я доверяю, когда дело касается ухода за кожей и конкретно моих глаз. И если говорить про шайбу, мне просто нравилось, что я могу сама вот пальцами смывать себе макияж, именно четко проходить по каждой ресничке. Ну, ватным диском, в принципе, это можно делать, но просто, когда это твои подошечки пальцев, это просто немного нежнее будет. Но если, опять же, говорить, сравнивать шайбу и жидкое средство, то, наверное, жидкое средство побеждает. Главный минус шайбы это то, что тебе нужно все время залазать своими пальцами, и кто знает, даже если самые чистые руки, всегда какие-то микроб туда попадают, поэтому ты просто предотвращаешь себя от ненужных бактерий. Но именно когда дело касается путешествий, не всегда есть ватный диск, и шайбе в этом плане удобно, что тебе не нужно никакое другое средство, никаких подручных средств не нужно, что ты просто своими пальцами все смываешь. Вот, так что Take the Day Off, в принципе, вот эта линейка фиолетовая, я всеми руками зал. Также здесь губы, ресницы, глаза, я использую, в принципе, для всего. Следующее средство, я также неоднократно о нем уже говорила, в принципе, неудивительно, что я неоднократно уже о всех этих средствах говорила, потому что они мы топ-5. Супер-бом. Я сначала не хотела показывать бальзам для губ, потому что бальзамы, правда, есть хорошие и у Carmex, вот этот классический, и Lucas Papaya, именно когда это бальзамы, не генички, не блески, именно бальзамы. Но что-то есть в этом бальзаме, что конкретно мои губы мгновенно делает лучше. Именно по ощущениям, когда я, скажем, весь день не пользовалась никакими продуктами для губ, и они просто начинают уже трескаться. Это вот проблема, когда ты, мне кажется, приучиваешь свои губы к тому, что на них постоянно есть какой-то продукт, и вот им стоит сутки побыть без ничего, и они все, спасите меня. Просто если вспоминать тот же самый Carmex, Lucas Papaya, они давали эффект через там 2-3 дня, то есть губы полностью проходили. Я не знаю, почему этот мгновенно дает мне эффект. И я говорю, мне просто именно странно об этом говорить, потому что я так подозреваю, что я просто не доставала сейчас все цены, не могу сравнить, но Carmex в любом случае, мне кажется, самый дешевый. Именно по цене я понимаю, что, наверное, это самое невыгодное, но это лично мой любимый продукт у Клиник, и я очень рада, что у меня есть уже новая упаковка, потому что это то, что я наношу каждый вечер себе на губы, и если вдруг вот случайно так получилось, что я оказалась без гигиенички, и весь день на солнце, и облизываю губы, я знаю, что когда я приду вечером, он меня спасет мгновенно. Так, это у нас было раз, два, три. У-у-у-у. Вам видно? Я впервые попробовала это как раз на видео и влюбилась. Это Клиник Лид Поп в оттенке 0.8 Парал Поп. Не ожидайте от них такой же отдачи, как от Мак, Инглот, Urban Decay. Клиник все же другая, немного концепция. У них более полупрозрачные оттенки, более естественные цвета. Поэтому можно дать от них какую-то безумную отдачу в плане пигмента. Не стоит. У него абсолютно идеальное сочетание розового и персикового. Это, кстати, мне кажется, самая любимая фраза бьюти-блогеров по всему миру, англоязычных, peachy pink. Вот я помню, 16 лет, 18 лет, когда бы я не смотрела всегда, что бы бьюти-блогеры не показывали, это может быть персиковый, персиковый цвет, может быть розовый, сиреневый. Они все равно будут говорить peachy pink. Так, это было 4. У меня просто здесь лежит достаточно много продуктов, и я думаю, что из них именно достойно оказаться в сегодняшнем видео. А, собственно, тушь. Я, получается, вам показала 4. И тушь Power Lash, которой, к сожалению, нет сегодня, чтобы вам показать. Но это моя самая любимая тушь. Я использовала, по-моему, 4 туши от Клиник. И это та, к которой я всегда возвращаюсь. Потому что я не люблю паучьи лапки, я не люблю слишком густые ресницы. Я люблю, когда они просто... Либо когда их вообще нет, либо когда они слегка выражены. И в этом плане вот Power Lash, она делает тушь, которая практически ничего не делает. Power Lash, она, по сути, ничего с вашими ресницами не делает. Она просто их делает вашими, только лучше. За что я очень люблю. Просто потому что ресницы, это то... Мне некомфортно, когда слишком большие ресницы, слишком длинные, слишком густые. Когда на них много продукта. Я люблю, что наносишь эту тушь. Она, поскольку ты слоев не наносил, она никогда их не склеит. Так что, если вы искали такую тушь, которая будет легко наноситься, не будет ничего склеивать, не будет ничего с вашими ресницами экстра делать, и легко смывается. Power Lash. Это были мои топ-5 любимых продуктов от Clinique. На всякий случай, если вы не читаете нижнее описание, нет, видео не спонсировано, они не знают, что я снимаю это видео. Просто, когда у тебя... Когда ты действительно попробовал практически все от бренда, ты можешь сказать, что тебе действительно там нравится. Ну а так, оставляйте ваши любимые продукты. Если у вас есть один любимый продукт от Clinique, пробовали ли вы тушь Power Lash, разделяете ли вы мое мнение насчет нее. И да, желаю вам продуктивного дня, и увидимся завтра. Пока.